Друзья, доброго субботнего вечера! Так, позвольте, я периодически буду надевать очки, потому что солнце все-таки достаточно яркое. Я прочитала... Так, меня зовут Катя. Я хочу представиться, я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и вот по данным сюжетам я оставлю ссылку на мой основной канал, на мой второй канал, с которых я сейчас вещаю, потому что и для первого, и для основного канала, и для второго я запишу одно единственное видео, и третий канал, который я открыла сегодня. Поэтому для третьего канала я буду записывать отдельное видео. Я прочитала сегодня комментарии по поводу того, для чего я это сделала, для чего я открыла третий канал. Но, друзья, очень много было критики, я к критике отношусь абсолютно объективно, поэтому, позвольте, я надену все-таки очки. Я хочу ответить на эти вопросы. Смотрите, я достаточно опытный блогер, я общаюсь со многими другими блогерами, например, вы задавали вопросы с кем, ну вот, например, Валида, блогер из Греции. И, в общем-то, да, действительно, мы периодически обсуждаем блогерскую деятельность, блогерскую работу. Вы знаете, что у нас времена сейчас очень непростые, что очень многие каналы были ликвидированы, и это связано в том числе и с официальными российскими каналами, и не только, и в Италии в том числе. И очень многие блогеры, вы знаете наверняка, что они подстраховываются дополнительными платформами для того, чтобы, мало ли, что это произойдет для того, чтобы не исчезать. Я хочу сказать по поводу вот ложечек, вот этих, о которых я вам рассказывала, это же вынужденные меры. Мы, блогеры, мы вынуждены переходить на изопов язык. Если вы смотрите блогеру Валиду, естественно, из Греции, вы знаете, что то же самое делает и Валида. Понимаете, какая деталь, друзья, рассказывать постоянно там про кошечек, про собачек, показывать кота Даньку или показывать цветочки, но это не мой контент в любом случае, потому что я к своей работе, я отношусь более серьезно. Для чего все-таки я подумала и решила, что я хочу создать третий канал, я на нем просто хочу рискнуть. Я хочу рискнуть, я хочу делать более такой, скажем, контент аргументированный. Я хочу постараться отказаться от изопового языка и изменить контент в лучшую сторону. Уже на мой третий канал в течение сегодняшнего дня подписалось 2000 человек. Я считаю, что это очень неплохой результат. Почему я так считаю, я раскрою как раз эту тему уже на моем третьем канале. Друзья, поэтому, в общем-то, хочу продолжить тему, которую я начала, что времена у нас непростые. То есть, если бы я рассказывала, допустим, о продуктах питания, про цветы, еще, скажем, ну, говорила на простые банальные итальянские темы, то, естественно, рисков никаких бы не было. Но мы с вами познакомились со многими еще два с половиной года тому назад, именно потому, что мой контент, он был достаточно щекотливый. И я хотела бы продолжать работать именно в таком формате, не рискуя основным каналом, где практически 300 тысяч подписчиков, и вторым каналом, где 100 тысяч, практически 100 тысяч подписчиков. Поэтому вот сейчас я, наверное, определилась так, как я хотела бы определиться. Поэтому я прошу вас, подписывайтесь, пожалуйста, на третий канал. Я готовлю несколько достаточно интересных сюжетов, и я буду делать все для того, чтобы мой контент, благодаря третьему каналу, стал более интересным. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю, и будем чаще видеться на третьем канале.